Негабаритный груз в Ленском речном порту встречают нечасто. В этом году в первые дни навигации на берег выгружали карьерные самосвалы. Этот груз и определил особенность нынешнего навигационного завоза. Для нового месторождения на Верхней Муне шесть месяцев везли специализированную тяжеловесную технику. Автопоезда, мини-погрузчики и другие разновидности машин для добычи и перевозки алмазной руды всего на 3,5 миллиарда рублей. Каждая единица доставлена из Усть-Кута в Ленск в полной сохранности. Да, это повысило напряженность работы подразделений УМТС, но в целом все задачи были выполнены успешно. Вся техника в настоящее время поступила в адрес Ленского отделения УМТС и практически на 100% доставлена до структурных подразделений потребителей. Жизненно важный груз – топливо. План по доставке нефтепродуктов от навигации к навигации не меняется. В этом году «Алроса» даже докупала Арктику – топливо для работы в морозы. Ее с открытием зимников тоже повезут на Верхнемунское месторождение. За месяц до окончания навигации все топливо на Ленскую нефтебазу доставили танкерами судоходной компании «Алроса-Лена». Судов для перевозки нефтеналева стало больше. Акционерам принято решение о наращивании провозных возможностей подвижного состава для светлых нефтепродуктов с целью обезопасить вот этот завоз и чтобы он не зависел от сторонних перевозчиков. Ну и соответственно стоимость перевозки как бы возможно регулировать и прогнозировать. Но на прогнозы влияют и гидрологические условия. В эту навигацию компании удалось сэкономить. Волноводная река позволила сократить количество круга рейсов, так как составы грузились на 100%. Средняя стоимость перевоза к речным транспортам упала на 20%. Общий итог навигационного завоза для компании – 132 тысячи тонн нефтеналева и 140 тысяч тонн технического груза. Это перевыполнение плана. В минусе остались только портовики. Заявленный план в 330 тысяч тонн выполнить не удалось из-за отказа от услуг порта сторонних заказчиков. Хотя и в этом году река была полноводной и можно было больший объем переработать, тем не менее у нас и в целом уровень среднесуточной переработки упал, составил полторы тысячи тонн, а в позапрошлом и в прошлом годах это было более двух тысяч тонн, 2,4 тысячи тонн и почти 2,5 тысяч тонн. Также было обработано меньше судов. Если мы в прошлом году обработали 639 судов, то в этом году 533 судна. Закрывают текущую навигацию, но уже готовятся к следующей. Сейчас время принятия бюджета. Подразделение «Алроса» формирует заявки на обеспечение потребностей производства. Они будут проанализированы и учтены при планировании завоза грузов на 2019 год.